Вот и все. То есть они боятся, что их тоже вместе с режимом снесут? Абсолютно правильно боятся. Причем, а, боятся, б, абсолютно правильно. Снесут. Получается, что Северная Корея – это один из тех режимов, который своих политических оппонентов может отравить в другой стране? Ну да, но я думаю, что таких режимов много, в том числе и те, которые имеют вполне позитивные коннотации. Ну, не много, но они есть. Да, один из. Это вы какое имеете в виду? Ну, допустим, израильский. Израиль травил? Ну, они стреляли, наверное, а может, и травили. И телефоны там взрывались мобильные. А какой вдруг мор начался среди иранских физиков-ядерщиков в последние годы? Ну, просто профессору ядерной физики Тегеранского университета из дома не выйти. А умирают, да? Взрываются почему-то. Вот понимаете, машины у них стали взрываться. Массово. В моем имя был вопрос урони, я просто не в кончике. Я просто сообщаю. Не скажу, что это распространенная практика, но, так скажем, это не совсем уж редкая экзотика. Как сейчас выглядит среднестатистический 30-летний человек в Кеньане? Ну, по-разному может выглядеть. Те, может быть, человек работает. В Кеньан город все-таки лично. Там будет большое количество чиновников, самых разнообразных. Будет довольно большое количество всякого такого и чиновников начальства. Будет научно-техническая интеллигенция, будут те самые ракетные конструкторы и прочее. То есть, конечно, город, разница между Пхеньяном и окраинами очень большая. Ну, значит, давайте скажем, ну, кем он? Давайте сделаем, скажем, что он инженер. Окей. Инженер, допустим, ВПК. Сколько он выкупает? Он будет получать очень мало. Если, особенно если он инженер ВПК, то есть это госсектор, вся военная, промышленная, государственная, он будет получать по курсу, может быть, пару долларов в бюджет. А вы не пугаетесь. Вы не пугаетесь. Пару долларов? Ну, так. Не 50. Нет, 50. Пару. Но, кроме этого, он будет получать премиальные. Кроме этого, он будет получать большое количество всяких посудей натурой. Он будет, у него будет, например, практически бесплатное питание. Ну, по карточкам. Вот для человека, если человек, это инженер ВПК, ему будут отоваривать полностью карточки. Это значит, он будет получать, будет там примерно, ну, 500 граммов риса, точнее, смесь риса и кукурузы в день. Он будет получать какое-то количество мяса, причем количество мяса будет все больше и больше этого. Кроме этого, он будет получать всякие премиальные. То есть формальный оклад очень низкий, а премиальные довольно большие. Так что, я думаю, реально 30-летний, ну, он будет, наверное, получать вот в сумме 50, 60, 70 долларов в месяц. Но в основном за счет всяких там разного рода добавок к своей формальной зарплате. Плюс будет у него еще всякие борзыми щенками приятные вещи. Если он работает в частном секторе, то там зарплата будет побольше, но квалифицированный рабочий в частном секторе и 100 долларов может получать. Инженер, работающий там, горный инженер, это очень хорошо. Или там, скажем, преподаватель, репетитор, там уже могут быть сотни небольших долларов. А если он хочет снимать квартиру, сколько он будет на троек? В Пхеньяне сейчас снимать квартиру. Кстати, снимать квартиры можно. Он раньше запрещен, сейчас достаточно странен. Я не готов ответить, я не знаю, честно говоря. Но этих 50 и 60 долларов будут хватать на жизнь? Или в целом за питание как раз отвечает карточная система? За питание, если тебе повезло, и ты работаешь в тех секторах, где карточная система работает, а таких людей меньше слов в стране. Раньше карточная система была тотальной. Сейчас она тотальная на бумаге, но у большинства карточки отовариваются нерегулярно. То есть карточки, значит, обычно к празднику что-то там дают, и все. Но если ты работаешь в каких-то важных предприятиях, отраслях, то тебе отоваривают карточки более-менее в пользу. Если у тебя полностью отрабатывает, это значит, что у тебя значительная часть продуктов питания практически бесплатная. Там она идет по совершенно символическим ценам. Ты платишь какие-то деньги, но это копейки символично. Среднестатистический 30-летний человек в провинции. Много хуже. Много хуже. Но, значит, скорее всего, он будет, конечно, уже зависеть куда больше от частного сектора. Доход, я бы сказал, реально половины. То есть я бы сказал, в Киньяне при большом разбросе 50-60-70 долларов в месяц эквивалентно. Причем это не оклад, ну, всего по-другому. А в провинции, я думаю, половина. Кем он работает? В провинции, ну, кто-то может работать, конечно, в государственном секторе. Там же кто-то остался вполне. Если в городе, если мы не говорим о деревне. Значит, кто-то может в государственном, кто-то может работать в сфере обслуживания, в торговле. Если море близко, то, конечно, человек будет работать на чем-то связанном с рыбной ловлей. Естественно, там, где стоят шахты, там шахты работают. Это очень пора. А женщина, в принципе, довольно много сейчас, непонятно как, но с этим будет. Но в приграничных районах там довольно много было китайских стильных фабрик, которые под Китай, по китайским заказам, они, зачастую, китайские же, собственно, вложения, шлют какую-то одежду. Для Китая? Для Китая. То есть это еще более дешевая рабочая сила? Несравненно. Чем с Китаем? Ну, просто несравненно. Ну, что вы. Если ты будешь платить северокорейской работнице доллар в день, она будет не безумно счастлива. Китайская работница, ну, я не знаю, там, ну, может быть, провинции за тысячу-полторы юаней придется платить. Это, простите, там так, условно говоря, долларов 300, 30 долларов 300 долларов. Примерно такой диапазм. Зачитываю слух, а вы говорите, это так или нет. Северокорейцы обязаны регистрировать свои телевизоры в компетентных органах. Для просмотра доступны три канала, чтобы не возникло соблазна посмотреть что-то еще. Органы управления телевизором опечатывают, а настройки частот блокируют. Да, да. Ну, не совсем так. Настройки частот не всегда блокируют. Технически немножко головная боль. А опечатывать? Просто опечатывают, да. Канала три? Три канала, да. Правительственное радио нельзя выключать, даже в собственном жилище. Максимум можно убавить звук радиоприемника. Не совсем. Это речь идет о так называемом неправительственном радио, а это проводное вещание, второе радио. У них есть, помимо обычного, так сказать, которое вещает и которое слушают за границей, есть то, что вот радиоточки... Радиоточка в России. Да, 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 радиоточки. Значит, радиоточки должны быть... Ну, они включены в том смысле, что они подсоединены всегда к линии. Но звук можно убавить до нуля никаких проблем. А, они должны функционировать. Они должны быть в рабочем состоянии. Объясняется это, в общем, совершенно резонно и, на мой взгляд, в целом, честно, потребностями ПВО. Ну, любое оповещение о стихийных бедствиях, все это передается именно по этой сети. Оно позволяет передавать информацию с минимальным риском перехвата, потому что иностранцы особо этого не услышат. И тагетировано, так сказать, на определенные районы. Северокорейские мужчины могут носить только короткие прически, причем только 28 типов, одобренных государством. Значит, 28 типов, это просто рекомендование. Висят в парикмахерской, в плакатике. Можно и другие. Короткие прически, да, за длинные волосы или закрашенные волосы, тормозят. Тут из совсем недавних историй, это 18-го года история. Собственно, там две вещи. Я просто видел эти патрули, их был, как раз я был, там как раз, особенно за пределами Эмхиньяна, активно действовали патрули моды, патрули женского союза, которые ловили людей, одетых, ну, с нарушениями, это, скажем, положенных социалистических норм. То есть это ловили людей, с которыми красили волосы. А были такие? Ну, они, в общем, были. Вот там ситуация, там одного моего знакомого, который, китайец, имеющий в Северной Корее ПМЖ, есть китайцы, которые граждане КНР, которые имеют право жить в Северной Корее. Это единственная группа иностранцев, которая там живет. И вот у него сын. И вот сына периодически. Кажется, компания, обычно нормальная. Сын там прокрасился, парень молодой, китайец, ну, ходит там, волосы тебе покрасил. Нормально. А тут компания. И типа, там каждые 3-4 дня, то есть не каждые, 3-4 раза в день тормозят. Ну, у него просто, он показывает паспорт, говорит, все, гражданин КНР, извините. Китайцам краситься можно. А женщин ловили периодически за всякие там непоформы. У них же одно время женщинам было нельзя за пределами работы носить брюки. Потом это отменили. Люди, которые это наблюдали, описали, что типа там женский персонал у них в офисах, иностранцы там работавшие, очень обрадовался послаблением. А насчет этого, да, длинные волосы нельзя. Поймают, отстригут и будут проблемы административные. А патруль моды, это тот же примерно, который может линейкой померить от колена. Это Южной Кореи. Это в Южной Корее мерили линейкой. Это Южнокорейские были при бомбасе 70-х годов, когда в Южной Корее патрули ловили тетенек, девушек, с слишком короткими юбками и проверяли, сколько там сантиметров, по-моему, 10 сантиметров максимум до коленки. То есть, если больше 10 сантиметров, то это уже мелкое программонарушение. Да, это все есть. Есть и патрули, вот сам их видел в работе, так что. Со свистками, такие пара тетенек характерной формы, такой темненькой, со свистками стоят. Еще. Ночью в целях экономии подачу электричества в дома северокорейцев отключают, работает только подсветка монументов государственных лидеров. Подсветка тоже обычно не работает, ее просто пошлик отключают. Ну, когда не было электроэнергии, когда были проблемы острые, они сейчас есть, а были совсем острые с электроэнергией, да, это делают, отключали, так не только ночью, могли и днем веерное отключение, совершенно нормальная практика. Люди с блатом и с деньгами подключали свои дома к государственным учреждениям, которые не отключались. И это помогало? Ну, а как? Ты договорился с местным военным объектом, с какими-нибудь там местной базой ракетной и к ее сети присоединился. Всех отключили, а у тебя холодильник работает. Приятно. Кондиционер даже может. Или можно дать взятку местному, так сказать, управляющему и просто к трансформаторной станции проложить отдельно линию, и он тебя отключать не будет. А так, большинство, да, нормально с электроэнергией плохо. Можно ли купить в Северной Корее средства контрацепции? Всегда было можно. С 70-х годов там, сейчас как бы там программа за повышение рождаемости, которая не работает, и больше того, есть основания, что они завышают свою рождаемость, сильно думать. Уверенности нет, но похоже, они манипулируют там, чтобы, так сказать, показывают, они ведь публикуют данные демографические, в отличие от многих других, статистика по народонаселению, она у них открыта, она публикуется. Но похоже, они с ней манипулируют, ее изменяют. А средства контрацепции, отлично, 70-е годы, там велась очень активная борьба за снижение рождаемости, там проводились обязательные лекции. Ну, так тут все интересно. Это же 70-е годы, когда и в Южной Корее велась активнейшая компания по борьбе с рождаемостью, активнейшая, они во многом косплеили Южную Корею, не признавая это. Кроме того, 70-е годы в мире вообще же, Китай тоже там, вскоре после этого, политика одного ребенка, существовала уверенность, это был как бы такой вот, такая аксиома, что если ты хочешь экономического роста, ты не можешь позволить себе высокой рождаемости. Они это все читали и приняли решение. И в 70-е в Северной Корее можно было купить презерватив? Да, конечно, можно было. Продаются ли в Северной Корее средства женской гигиены? Вот вопрос интересный. С ними были проблемы. Сейчас китайские, да, есть. А в 70-е годы не готов ответить. Не готов. Нет, а вот 70-е, не важно, сейчас. Можно купить прокладки? Да все, что угодно можно купить. Из Китая все везут. Из Кореи есть все. Вот если вы зайдете в универмаг, хороший корейский универмаг, вы увидите, что там есть все. Любопытно. Вот у нас постоянно появляются в печати фотографии полок пустых магазинов и говорят, вот смотрите, как в Северной Корее ничего нет. Ничего нет, довольно интересно. Там не совсем понятна. Причина вот магазина, которые ориентируются чисто на иностранцев, там действительно очень маленький выбор. Это бывшие их магазины туристы. но если вы зайдете в нормальный обычный универмаг, я уж не говорю о рынке, на рынке, как они говорят, купить можно все, кроме кошачьих рогов. Котов рогов нету, то и к нам и не купишь. То есть, понимаете, есть абсолютно все. Только это самое. Но и в госторговле, но она тоже не совсем гос, потому что значительная часть этих магазинов зарегистрирована как государственная, а принадлежит частным лицам. Там это все есть, все везут из Китая, и что-то сами стали делать. Последнее про проявление Кимчина, там были реформы, экономика начала оживать, был период роста. Сейчас все это кончилось, сочетание санкций и коронавируса и много каких-то других факторов. А так, были бы деньги. Единственный дефицит этих деньги сейчас. Представители ЛГБТ под уголовным? Нет, нет. Они очень, так сказать, там особенность, что как бы считается, что ЛГБТ в стране нет. И соответствующие статьи в уголовном кодексе тоже нет. При этом они есть? Ну, какое-то количество генетически должно быть, но как бы считается, что у нас этого нет, и мы как бы такого страшного извращения буржуазного у нас нет и быть не может, соответственно, у нас и ЛГБТ нет, и статьи нет. Весьма либерально для тоталитарной системы. Да, да, да. В 2009 году и вы писали об этом в книге в КНДР была акция, было гражданское сопротивление. Да, они сами довели, уж был такой бред. Была денежная реформа, попытка сделать. Идиотская денежная реформа. И люди, в первую очередь, работающие, вовлеченные в так или иначе в северокорейский рынок, стали сжечь купюры. Да, там много чего происходило. Там просто люди, даже силовики, люди, которые по должности, ну, понимаете, уже настолько довели, что человек мог, северокорейский шпион иностранному шпиону, он такие открытые шпионы, то оба знают, что шпионы. Слушай, говорит, я вообще не понимаю, что, мне кажется, правительство, знаешь, шлихнулось. Ага, недаром ее организаторы расстреляли, хотя понятно, что организатором был не он, а кто-то выше. Сделали из него козла отпущения, из бедного Пакнамги. Так вот, объявили, что он шпион, естественно. И шпионский задумал денежную реформу. А задуманная реформа была такая. Они задумали классическую конфискационную денежную реформу. Старый, проверенный, прием. В Советском Союзе это делалось черт не сколько раз. И, значит, задумали эту самую денежную реформу. И, ну, традиционный вариант. Старые деньги там за неделю обменять в пределах определенного очень маленького лимита. Все, что остальное, выбрасываешь. То, что не успел обменять, выбрасываешь. Все. И дальше был совершенно замечательный фокус. Они заявили, что, когда мы впервые эту информацию получили, а там все хорошо работало, информация шла практически в режиме реального времени, хотя в открытой печати об этом не писали вообще, чтобы понять особенности северокорейской печати. В газетах, которые северокорейцы издают за рубежом, было, а в газетах, которые издают у себя, открыто не было. Так вот, новая информация шла. И когда эта информация прошла, в общем, люди не поверили, потому что было вроде бы сказано, что происходит деноминация, зачеркивается два нолика, но зарплаты на государственных предприятиях будут платиться новыми купюрами в старом объеме. Это означает одномоментное увеличение зарплат в сто раз. Увеличение? В сто раз, да. Увеличение, да. Это наверняка была идея Ким Чендерову, он сказал, ну давайте вознаградим тех, кто не ушел в частный бизнес, остался в госсекте. Это означает, что они сразу создали гигантский навес денежной массы. Ну, понимаете, зарплаты в стране увеличились в сто раз. Неожиданно. Соответственно, через полтора-два месяца пошел гигантский гипернационный скачок. Рынки, пытаясь подавить его, они просто пытались административно заставить, заставить торговцев продавать продукты по старым, по динаминированным сто раз сниженным ценам. Хотя у покупателя формально вот эта зарплата заработала была в сто раз больше. Продукты, соответственно, рынки перестали нормально функционировать, их закрыли. Потом закрыли валютные магазины, через которых кормилась значительная часть элиты и приведированной части населения. Был момент, где-то там в декабре и в начале января, когда было невозможно вообще еду. У тебя мог бы дома чемодан долларами, ты и что? О, чемодан нарезанной бумаги. Потом они, конечно, стали отдавать назад. Они сначала открыли рынки, потом дали спокойно этой инфляции выгореть. И уровень, цены опять стабилизировались примерно на том уровне, но не совсем так, порядок такой же, который был до реформы. Заведующего финансовым отделом, который был ответственным за организатором, за организатором арестовали. Тогда только слухи ходили, но через пару лет официально сообщили, что мы, значит, разоблачили, его, значит, в Чехословакии, когда он учился в резервизионистской Чехословакии в 50-е годы, он заразился там неправильной идеологией, его там завербовала американская разведка, и по заданию американской разведки он внедрялся все выше и выше, чтобы провести вредительскую реформу. Но мы его, естественно, поймали и шлепнули. И совершенно беспримерный случай, когда премьер-министр извинился, официально извинился, правда, не на открытые мероприятия, но на встрече вот этих самых нон-мартюковых, заведующих народными группами, он официально извинился за реформу. То есть дали полный назад. А люди как-то поучаствовали, население? Ну, возмущение было всеобщее. А как оно выражалось? Люди жгли, шли везде разговоры, ворчание было. Но человек же, власть же чувствует, что народ... Митингов не было. Нет, митингов не было. Митинги там иногда бывают, или раньше до этого, по случаю закрытия рынка. Вот любые попытки, тут такой момент, в Корее северной возможны протесты. Но протесты абсолютно не политические. То есть правительство спокойно смотрит на ситуацию, когда северокорейцы готовы защищать свое право зарабатывать деньги, в том числе и в частном секторе. То есть когда они пытались как-то вот возиться с рынками, что-то там с рынками делать... Рынки, вы имеете вещевое или продовольствие? Ну, это одно и то же. Это они вместе. Да, частными рынками. Ну, где-то бывает разместено обычно. Так вот, когда они пытались с этим что-то делать, то вот тогда иногда возникали волнения. Вот, например, в Пьяньяне, там, по-моему, 2007-2008 год, в газеты не попало.